Болгарская сказка «Мальчик и ветер». Жила-была вдова, и был у нее один единственный сын. Мать и сын трудились от зари до зари, хлопотали по дому, кормили-поили скот, пахали, сеяли, косили, намолачивали отборной пшеницы, хватало и себе, и на продажу. Мать пегла отменные пироги с капустой и белые караваи. Раз она говорит сыну «Сходи, сынок, в амбар, принеси немного муки». Сын взял противень и пошел в амбар, набрал муки, вышел во двор. Налетел ветер, всю муку сдул. Вернулся мальчик в амбар, набрал муки, только вошел во двор, повеял ветер, сдул муку. «Не бывать, по-твоему!» – крикнул мальчик. И опять вернулся в амбар. Набрал муки, вышел во двор, налетел ветер, всю муку сдул. Рассердился тут вдовин сын, швырнул противень и погнался за ветром. Бежал-бежал, глядь, навстречу идет парень без шапки. «Эй, ты, куда бежишь?» – спрашивает он. «Ветер догоняю. Он нас ограбил, всю муку унес». «Вот я и хочу его догнать, пусть вернет добро». «Эх, парень, кто же за ветром гоняется?» «Что это занятие?» «У меня вон ветер сорвал с головы шапку и унес в реку. Но я не стал за ним гнаться. Еще чего?» «А я вот погнался и догоню его», – сказал вдовин сын и побежал дальше. Бежит, а навстречу ему идет богатырского роста крестьянин. «Эй, удалец, куда бежишь?» – спрашивает крестьянин. «За ветром гонюсь». «Зачем?» «Пусть отдаст муку». Он три противня муки унес. Ограбил нас с матерью. «Не трать попусту времени, парень. Где тебе с ветром тягаться?» «Он у меня весь сад выломал, да я терплю». «Где нам спорить с ветром?» «А я поспорю», – сказал вдовин сын и побежал дальше. Бежит, а навстречу ему идет старый матрос с умой через плечом. «Куда бежишь?» – спрашивает моряк. «За ветром гонюсь». «Что он тебе сделал?» «Муку развеял». «Велика беда. Для тебя, может, и невелика. Поработай в поле, тогда увидишь, легко ли добывать хлеб». «Вернись, парень», – говорит матрос. «Где тебе с ветром тягаться?» «Он могуч и страшен. Подхватит тебя, как пушинку, унесет дремучий лес. Оттуда нет возврата. Он наш корабль потопил. Много народа утонуло. Я чудом остался жив». «Будь что будет, я с полдороги возвращаться не намерен. Догоню ветер, потребую, чтобы отдал муку». И вдовин сын побежал дальше. Бежал, бежал, догнал ветер. «Эй, ветер, что такое? Отдай муку, которую развеял». «Эх, парень, где ты видел, чтобы ветер муку держал?» «Мы ее своим трудом добывали. Развеял чужое добро? Верни». «Я целых три дня за тобой гнался». Усмехнулся ветер и говорит. «Хорошо, что ты ценишь добро, добытое трудом. И смелости тебе, я вижу, не занимать, раз ты с самим ветром споришь. Муку я тебе вернуть не могу, а дам взамен вот эту скатерть. Береги ее пуще глаза. Скатерть это волшебное. Расселишь ее, скажешь. «Скатерка, дай мне поесть». И перед тобой появится все, что ты пожелаешь. Вдовин сын взял скатерть и пошел в обратный путь. Идет, а сам думает. «Интересно, правду ли, сказал ветер или обманул? Дай-ка проверю». Разослал скатерть и говорит. «Скатерть, самобранка, дай мне меда и масла». Не успел вдовин сын глазом моргнуть, как на скатерти появились два золотых блюда с медом и маслом. Ел он, ел, наелся и пошел дальше. Настал вечер, и он остановился на ночлег в придорожной корчме. Уселся перед пустым столом, растел он скатерть и говорит. «Скатерть, самобранка, дай поужинай». Не успел вдовин сын выговорить эти слова, как перед ним появились кушанья, одну другого вкуснее. Все, кто был в корчме, диву дались. Парень всех пригласил за свой стол и угостил на славу. «Вот тебе и раз!» – воскликнул корчмарь. «Сколько живу, не видел, чтобы скатерть могла накормить человека». «Где ты ее взял, парень? Разве такие продаются?» «Ветер дал». «Вот это подарок, так подарок!» – вмешалась в разговор жена корчмаря. «Любой богач тебе позавидует». Вдовин сын поужинал, сложил скатерть и лег спать. Среди ночи жена корчмаря разбудила мужа и говорит. «Послушай, давай возьмем у парня скатерть, ведь с ней можно разбогатеть, палец о палец не ударив. Скажет, скатерть, самобранка, дай поесть, пожалуйста, скатерть, самобранка, дай попить в сию минуту. Будет она нам на драморщину готовить еду, а мы за нее будем брать с посетителей хорошие денежки». То-то разбогатеем. Не успел сын до вы заснуть, как жена корчмаря прокралась к нему в комнату, вытащила из-за пояса скатерть, а на ее место положила другую, такую же на вид. Утром рано мальчик отправился в путь. До дома уже было недалеко. Подойдя к своей хижине, он закричал. «Мама, посмотри, какую скатерть я принес». Ветер дал мне ее взамен муки, которую развеял. «Больше тебе не придется ни готовить, ни печь хлеб». «А ну-ка, сынок, покажи, что за скатерть дал тебе ветер». Сын растерел скатерть и сказал. «Скатерть, самобранка, дай нам поесть». Скатерть была пуста. «Слышишь, дай поесть». Но на скатерть по-прежнему было пусто. «Раз не даешь поесть, иди к ветру». Взял вдовин сын скатерть и побежал к ветру. «Ветер, ветер, возьми свою скатерть, отдай муку. Твоя скатерть не хочет нас кормить». «Почему?» «Не знаю, сперва кормила, а теперь не хочет». Смекнул тут ветер, что дело нечисто, и говорит. «Возьми вот этого петушка. Скажешь ему, запой петушок. Он запоет, а из клюва посыпятся золотые». Взял мальчик петушка и пошел в обратный путь. Вечером зашел переночевать в ту самую корчму, уселся за столик и сказал. «Запой петушок». Петушок закричал. «Ку-ка-ре-ку!» И из клюва посыпали золотые монеты. Вдовин сын взял денежки и заказал на них ужин. Поужинав, лег и заснул. Ночью жена корчмаря взяла петушка, а на его место посадила другого. Утром проснулся вдовин сын, взял петушка и отправился дальше. Пришел домой, не успел переступить. Порог кричит. «Мама, мама, посмотри, какого я петушка принес». «Петушок этот непростой. Как запоет, из клюва сыплются золотые. Запой петушок». Петушок молчал. «Запой петушок». Петушок молчал. Вдовин сын схватил его во кнопку и побежал к ветру. «Ветер, ветер, не нужен мне твой петушок. Отдай муку. Петушок больше не дает золотых». «Вот как?» Сказал ветер. «Ну теперь я знаю, кто взял скатерть, самобранку и волшебного петушка. Возьми вот эту палку, она тебе поможет. Скажешь, бей палка, и она начнет колотить всех подряд». Взял мальчик палку и отправился домой. Вечером зашел в Карсиму переночевать. Карсимарь и его жена увидели палку и решили, что она тоже волшебная, как скатерть и петушок. Сговорились они украсть палку. Дождавшись, пока вдовин сын заснул, они прокрались к нему. Мальчик проснулся, да как закричит. «Бей палка!» «Палка, давай колотить Карсимаря и его жену». «Погоди, парень, скажи палке, чтобы перестала!» Замолился Карсимарь. «Я верну тебе скатерть!» «Ой-ой-ой!» Заверещала его жена. «Пусть перестанет, не то помру. Сейчас принесу тебе петушка!» «Палка, перестань!» Крикнул вдовин сын. Палка замерла на месте. Жена Карсимаря, обливаясь слезами, принесла скатерть самобранку и волшебного петушка. Взял их парень и пошел домой. Пришел, кричит с порога. «Мама, мама!» «Вот сейчас ты увидишь настоящую скатерть самобранку и волшебного петушка!» Расцелил скатерть и говорит. «Скатерть самобранка!» «Дай нам меду и масло!» На скатерть появились золотые блюда с медом и маслом. «Запой, петушок!» Приказал молодец. Петушок закричал кукарякову. Из его клюва посыпались золотые. Мать с сыном зажили в довольстве и благополучии. Петушок закричал кукаряков. Субтитры создавал DimaTorzok